Мария Иозовна Мельникайте, участница партизанского движения в Литве в Великую Отечественную войну, герой Советского Союза. Биография родилась в небогатой семье литовцы и русской вторым ребенком из пяти детей, была крещена в католической церкви. 14 лет начала работать на конфетной фабрике «Аванти». Летом 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, вместе с другими литовскими комсомольцами Марити была эвакуирована в 1941-1942 годах. Она работала на заводе «Механик» в Тюмени. В июне 1942 года добровольцам ушла на фронт, была направлена в 16-ю литовскую стрелковую дивизию. Прошла подготовку в школе диверсантов в Балахне. С мая 1943 года воевала в партизанском отряде «Мкистутиса» в Белоруссии и Литве. Являлась руководителем Зарайского подпольного уездного комитета ЛКСМ Литвы. Также была известна под именем Марити Маргити. Партизаны пускали под откус вражеские поезда с военной техникой, взрывали склады, совершали налеты на гарнизоны противника. Жгли поместья и хозяйства, захваченные гитлеровскими колонистами. Марити была в отряде самым активным бойцом. Участвовала в диверсиях, ходила в разведку, вела большую работу среди жителей. Летом 1943 года Марити направили во главе группы партизан из отряда в вооруженный штаб, действовавший в белорусских лесах. При отходе после подрыва эшелона в районе села Дукштаз партизаны наткнулись на карательный отряд. 8 июля 1943 года во время неравного боя с немцами на берегу озера Апварду три партизана погибли. Одному удалось спрятаться в камышах возле озера. А Марити была ранена и захвачена в плен. На допросе она не сказала ни слова и даже залепила пощечину одному из немцев, допрашивающих ее. Она так и не выдала место расположения партизан, невзирая на мучительные пытки, длившиеся пять дней, вырывание ногтей, прижигание огнем подушев и т.п. Расстреляна 13 июля 1943 года на кладбище деревни Канюкай. Могила находится на берегу озера Заросай недалеко от деревни Заросай. За образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу врага М. и Мельникайте указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1944 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награды – медаль «Золотая звезда», орден Ленина, память. Дом музея Мельникайте был открыт в городе Заросай. На территории Литвы были установлены памятники М. Мельникайте – памятник в городе Друскиненко и установлен в 1952 году. Памятник в городе Заросай был установлен в 1955 году. В настоящее время находится в парке Грутас, горелье в память А.М. И Мельникайте установлен в Тюмени по адресу улица Мельникайте 155 А. Ее имя увековечено на мемориальной стеле, установленной по адресу. Улица Станкостроителей 1 именем Мельникайте были названы улицы в Минске, Тюмени, Валматы и Шемкенте. В 1944 году Соломия Нерис написала поэму «Мария Мельникайте» на киностудии «Музфильм». В 1947 году при участии литовских актеров режиссером В.П. Строевой был снят художественный кинофильм «Марити» по сценарию «Ф.Ф. Кноры», в котором в небольшой роли дебютировал Донатас Банионис. В 1953 году в Литовском театре оперы и балета была поставлена опера Антана Сарачунаса «Марити» до 1991 года в УССРФГ. В Ташкенте средняя школа номер 220 носила имя Мельникайте. Там же находился действующий музей боевой славы, посвященный боевому пути партизанки. Субтитры создавал DimaTorzok